ребят очень очень часто вы задаете мне вопрос как подключить к штатной магнитоле усилитель откуда взять сигнал как это скоммутировать дим отвлеку тебя на пару подожди пожалуйста покажи мне преобразователь смотрите все просто линейный преобразователь в данном случае аура может быть кикс может быть там без разницы любой сват брат свекор вообще похуй все элементарно и просто это у нас рим он сейчас возьмется вот отсюда с красного провода штатный ваш кашу стоял как штатный смотряну же заменена это ты чтобы облегчить в общем а с с будет подключен отсюда вот штатные колодки это будет рим будет включать у нас в силу берем левый передний динамик и правый передний динамик подключаем один преобразователь потом берем задний левый и задний правый все согласно схеме плюс к плюсу минус к минусу где вот здесь вот левый правый это все очень просто заметили как димка выкнул этот разъем вот он не просто здесь был вы можете элементарно найти в яндексной строке забить распиновка как там дима разбивает распиновка магнитолы кио цирата и все он вам выдает там такая схема там вид стороны проводов либо стороны контактов перерисовывайте это находите плюс минус проверяете и все у вас будет счастье но гораздо проще когда у вас разобраны двери вы вот на этом разъеме который подходит динамику он уже успешно забетонирован просто берете проверяете пальчиковой батарейкой пик-пик если фазировка правильная диффузор динамика идет на нас если неправильно то брак то есть все элементарно все очень просто также подключается и активный приобрел образователь также подключается и процессор но есть возможность ошибиться если ошибетесь ничего страшного не будет просто будет все хрюкать и будет раз-фазирована будет кошмар но вы когда прикиньте все поймете с первого раза если получится это будет успех если не получится то ничего страшного Ничего вы не сожжете. Эти линейные преобразователи, они невысоковольтные. Это низкоуровневый преобразователь. Он сгореть не может. Димас, а помнишь, у тебя фартанулый у тебя этот Кикс Ашель 330 пыхнул? Помнишь? Ну, он фартовый. На рассвете своей карьеры у него были такие экстравагантные случаи. А помнишь, как ты себе диоды в Лексус поставил и жгут проводки сгорел? А стекноподъемник в нулевом Дастере? Ребят, ну это наши каждодневные, да, вот эти хлопоты. Так скажем, опыт, как половое бессилие, приходит с годами. Двигайтесь с музыкой. Друзья, чтобы у вас было меньше вопросов, чтобы у вас было меньше сомнений, вернее, все сомнения отпали, давайте вам прямо наглядно на пальцах подскажу, как это подключать. Вот смотрите, линейный преобразователь Aura RHL 2202. Так вот он выглядит. Вот эти крутилки никогда не трогайте. Правильно, так они пусть и будут. Kicks HL 330. Такая же приблуда, суть такая же. Два акустических проводочка и два тюльпана. Давайте покажу на примере. Давайте Aura, да, у нас же в Kia Aura была. Посмотрите, здесь черный проводок, он нахер не нужен. Его не подключайте. Я так понимаю, на случай фона он понадобится. Но в нашем случае мы никогда не подключаем и особой надности нет. Видим, да, белый и белый с черной полосой, серый и серый с черной полосой. Куда мы их подключаем? Вот у нас головное устройство. Без разницы, какое оно. Назовем его HGU. Штатное головное устройство. Из него выходит четыре пары проводов. Вернее, из него выходит гораздо больше, но на динамике выходит так. Вот смотрите, это фронт левый, плюс, да, фронт левт минус, потом фронт райт плюс и фронт райт минус. Куда мы это подключаем? Белый подключаем вот так. Это плюс, это минус, это к одной паре, вот это, соответственно, к другой. Соответственно, это у нас фронт. На тылу мы подключаем то же самое. Второй преобразователь мы можем использовать на сабвуфер, но если вы обладаете IQ больше 10, вы можете использовать вот такой линейный преобразователь. Не совсем это правильно, но имеет право на существование. То есть мы раздвоили, у нас получается, можно запитать четырехканальный усилитель. Либо мы можем запитать двухканальник плюс сабвуфер. Ну, на сколько фантазии хватит, да, тут суть ясна. Обычно мы так делаем для того, чтобы сэкономить вот такую коробочку, если нет места за магнитолой. Нет, обычно мы это делаем, потому что... Мы так не делаем. Нет, да, мы так не делаем. Но если это делать, потому что бывает, что только... По деньгам получается, что купить Y-разъем, что линейный преобразователь, примерно одно и то. Не у всех задней динамики в комплекте. Лучше все-таки, да, ставить два преобразователя, для того, чтобы у нас все-таки регулировался фейдер, да, то есть фронт на своем месте, тыл на своем месте, и лево-право также регулировалось. Ребят, вот такой вот незамысловатый лайфхак, вернее, это наша обыденная работа. Вам же я просто показал, вы часто спрашивали, как это все сделать, как это подключить. Здесь, грубо говоря, просто теория вместе с практикой, да, как говорится, теория без практики глупа, практика без теории слепа. Ребят, всем пока, двигайтесь музыкой, обязательно поднимите палец вверх. Будут вопросы, я на них отвечать не буду, вы лучше накидывайте в комментариях, и я для вас сниму подобный видеосюжет, который, я думаю, будет вам только полезен. Всем добра!